Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в эфире углического телевидения круглый стол и летели дебаты, которые приурочены предстоящим выбором. Все вы наверняка знаете, что 2 октября, через несколько дней, в воскресенье, мы придем на свои избирательные участки для того, чтобы отдать голоса за более достойных кандидатов в депутаты муниципальных советов и глав городского и сельских поселений. Сегодня у нас в гостях, позвольте представить гостей, кандидаты на должность главы городского поселения Углич, Николай Дмитриевич Городецкий, Владимир Валентинович Арфанецкий и Иван Михайлович Сомов. Порядок проведения круглого стола согласован с участниками заранее, поэтому, я думаю, мы можем приступить к вопросам. Первый вопрос общий для всех, и время для ответа на него дается 2 минуты. Скажите, пожалуйста, что побудило вас выдвинуть свою кандидатуру на эту должность, и какие задачи вы ставите в связи с этим перед собой? Николай Дмитриевич, вы отвечаете первым. Спасибо за вопрос. Полтора года назад, когда я избирался депутатом Государственной Думы Ярославской области, я дал слово защищать интересы угличан. И когда 10 января 2004 года при принятии закона Ярославской области о статусе города Углича, я считаю, были нарушены права наших угличан на местное самоуправление, я после этого и принял решение в вопрос бороться именно за отстаивание прав угличан. Я пытался это сделать в судебном порядке, однако мне на сегодняшний день не удалось отстоять интересы угличан в суде. И я принял решение баллотироваться именно на пост главы муниципального округа, потому что вопрос этот серьезный, и вопрос необходимо решать. Я предлагаю решить его именно населением, чтобы население само на референдуме высказалось, где оно хочет жить, в городском поселении, либо в городском округе. И было принято уже после этого все остальные решения. Моя главная задача, с которой я иду, она сформулирована на моих агитационных плакатах. Вместе с Анатолием Николаевичем Гришневуковым наша задача это улучшение благосостояния людей. Больше другой задачи у меня нет. Поэтому вот с такой целью я иду на эти выборы. Спасибо, Николай Дмитриевич. Владимир Валентинович. Здравствуйте, уважаемые угличане. Что побудило меня идти на выборы? Во-первых, в рамках закона 131-го федерального реформы местного самоправления, считаю, что необходимо, чтобы именно в этих выборах победил человек, имеющий опыт в хозяйственной работе. Почему вопрос? Потому что все налоги, которые будут наполнять местный бюджет, а именно налог на землю, налог на доходы физических лиц, подоходный налог, налоги с малого и среднего бизнеса, это те налоги, которые находятся все в прогрессивном росте. То есть, если мы будем использовать больше земли, мы больше будем получать налогов. Если мы будем открывать новые рабочие места, то и будем платить хорошие достойные зарплаты, больше будем получать налога подоходного. Чем будут лучше жить наши угличане, тем больше они будут платить налог со своего имущества. Ну, а приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса, оно определено во всех программах правительства Ярославской области. Я считаю, что я, как имеющий серьезный опыт становления своей компании, справлюсь с этой задачей наиболее успешно. Считаю, что все кандидаты достойные, но как бы одно дело быть хорошим юристом, одно дело быть отличным специалистом вопроса ЖКХ, другое дело определять стратегию города и добиваться четкого выполнения. Спасибо. Спасибо вам. Иван Михайлович, а что побудило вас принять участие в этих выборах и выдвинуть свою кандидатуру на эту должность? Добрый вечер, уважаемые угличане. Ну, что побудило? Я считаю, в этом плане было два момента. Первое. Для меня, в общем-то, может быть, в некоторой степени даже было неожиданно. Ко мне обратилась целая группа часовщиков. Я отработал 22 года на часовом заводе с просьбой баллотироваться на пост главы города Углича. Дальше обратился ряд депутатов. И, кроме того, наши отраслевики, я имею в виду руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства, которые также вышли на меня с просьбой, чтобы я баллотировался на этот пост. И второе. Я считаю, все-таки, вот тот опыт хозяйственника. А все-таки, вот я поддержу Владимира Валентиновича в этом плане, что городу нужен действительно хозяин, который бы обеспечил стабильную работу городского хозяйства. Так вот, этого опыта у меня, я считаю, вполне достаточно. То, что мне дал часовой завод в свое время. Все-таки энергетическая служба – это непростая служба. Кроме завода, на котором работало, помните, наверное, в те времена еще порядка 10 тысяч человек, энергетическая служба обслуживала и половину города, по сути, северный жилой район, что был район часового завода. И вот тот опыт, который мне дала работа в администрации, те контакты и связи, которые удалось наладить в результате работы уже на посту заместителя главы, я считаю, дали мне моральное право и, может быть, даже некоторый приоритет по сравнению с моими оппонентами. Ну уж, избиратели, я думаю, сами разберутся, кого они считают более достойным в этом плане. Спасибо. И второй вопрос. Николай Дмитриевич, ну, этот вопрос, естественно, адресован и всем присутствующим. Скажите, пожалуйста, вот как вы определяете, какие направления в своей предвыборной программе вы выделяете как приоритетные и какие возможные пути их реализации видите? Ну, ответ на этот вопрос частично содержится в моем первом выступлении, потому что на первый план я все-таки выношу вопрос о проведении референдума в городе Угличе, потому что я считаю, что нельзя идти по тому временному варианту, который предлагают мои оппоненты, давайте поживем в городском поселении, посмотрим, а там уж решим, создавать нам городской округ или не создавать. Так вот, я все-таки, занимаясь этой проблемой и предлагая варианты ее решения, я привел ряд цифр, которые до сих пор на сегодняшний день не опровергнут. То есть они говорят о том, что город Углич в городском округе будет жить лучше, естественно, его люди. Но остальные вопросы, они, конечно, схожи у всех наших кандидатов, потому что только отличаются подходом к решению их проблем. Например, проблема занятости населения и расширения производства, я вижу, сотрудничество между бизнесом и властью. Бизнес платит налоги, а власть дает ему льготы по налогам за расширение рабочих мест и увеличение производства. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства я вижу в комплексном его развитии, то есть перехода от благоустройства центральной части к ее периферийным районам, окраинным районам, где у меня уже есть программа за 7 лет восстановить вот то благоустройство, которое находится не только в центре, но и этот. Я категорически против стопроцентной оплаты ЖКХ населением, потому что население к сегодняшнему стопроцентной оплаты не готово. И не готовы сами коммунальщики, потому что они не оказывают сейчас услуги, которые отвечали каким-либо стандартам или нормативам. Ну и следующий приоритетный вопрос – это духовное возрождение нашего народа, развитие физической культуры и нравственности. Спасибо. Владимир Валентинович, а Вы что-то основное можете выделить? И главное, как Вы представляете этого достичь? Вы знаете, на самом деле в наших программах много общего, потому что каждый кандидат эти проблемы увидит, так же, как и проживающие в городе угличане. Но я все-таки думаю, что в моей программе, помимо того, что я ставлю проблему, я предлагаю конкретные пути и решения. Если я говорю о том, что необходимо повышать занятость, то я говорю, как это делать. Если на сегодняшний день на часовом заводе 27 тысяч квадратных метров пустующих площадей, то я, как человек, имеющий опыт в бизнесе, совершенно ответственно заявляю всем угличанам, что 50% этих площадей можно было задействовать еще 5 лет назад, если бы у руля часового завода стояли достойные люди, которые были бы в этом заинтересованы. Я вообще говорю о том, что у нас большой промышленный потенциал у города Углича только потому, что он находится в центре России. У нас есть все транспортные ресурсы. Мы находимся в 200 километрах от Москвы, Тверь, Владимир, Ярославль, Кострома, Вологда, Иваново. Все города областного значения находятся в 300 километрах от нас. Почему мы с ними не сотрудничаем? Я реально представляю сегодня современные подходы к решению этого вопроса. Жилищное хозяйство мы также знаем, как поднимать. Вопрос ипотеки, который уже 20 лет обсуждается, это нормальный рыночный механизм, но надо только его запустить. Необходимо создать конкуренцию в банковском секторе, которая приведет к падению процентных ставок до 12,10%. Необходимо, чтобы пришли в строительный бизнес честные люди и стали строить за свои деньги. Необходимо, чтобы в качестве залога банки принимали эти строящиеся квартиры. И тогда этот механизм заработает, и будет появляться жилье. Необходимо вопросы ЖКХ также решать. И надо решать конкретно, используя опыт наших соседей, у которых на самом деле тарифы меньше. Вот эти все вопросы я считаю приоритетными, я знаю, как их решать. Спасибо, Иван Михайлович, вам слово. Мне несколько труднее говорить каждый раз, я последний по алфавиту выслушав своих оппонентов. Но в этой ситуации я бы выделил, скажем, вот три основных таких приоритета, и может быть расставил их по местам таким образом. Прежде всего, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, поскольку стабильная работа городского хозяйства обеспечивается именно этим сектором. Причем, вот здесь я бы выделил внедрение энергосберегающих технологий, то есть работа, которая у нас велась в городе, ее надо продолжать, ее надо приумножать. То есть в этом плане мы имеем реальную перспективу за счет снижения себестоимости предоставляемых услуг, по крайней мере, удерживать хотя бы тарифы на приемлемом уровне, для того, чтобы вот те ножницы, которые создаются за счет цен естественных монополий, как-то их сдерживать. То есть это, я считаю, такой реальный фактор. Кроме того, жилищно-коммунальное хозяйство, естественно, не поднять без привлечения инвестиций. В этом плане тоже есть хорошие наработки, связанные с привлечением федерального бюджета, в частности, через Газстрой России. Вот в последнее время велась проработка, и она, в общем-то, подтверждается о инвестировании порядка 50 миллионов в водоканал города Углича. То есть вот это реальная задача, которая будет стоять перед новым главой города Углича, поскольку ситуация в водоканале, ну, критическая, можно сказать. Второе, что я хотел бы выделить, и, в принципе, я согласен со своими оппонентами, абсолютно согласен, это создание новых рабочих мест. Причем создание новых рабочих мест, оно действительно зиждется на создании новых производств на существующих площадях. И вот что самое главное, я посчитал, поскольку власть не может вмешиваться в дела бизнесмена, собственника, но при этом нужно работать, по крайней мере, по договорам, которые предусматривали взаимную ответственность, нужны рабочие места. Хорошо, столько-то рабочих мест, такие-то льготы. И так далее. И третий приоритет – это развитие жилищного строительства. В этом случае мы обеспечиваем молодежь в Угличе, его работу и жилье. Спасибо, Иван Михайлович. А сейчас у вас есть возможность задать вопросы друг другу. То есть по одному вопросу вы можете задать друг другу. Николай Дмитриевич, вы Владимиру Валентиновичу Арфаницкому адресовываете свои первые вопросы на ответ. Я еще раз напомню, дается одна минута. Хорошо. Владимир Валентинович, одним из центральных пунктов ваших выступлений и программы является положение на «Чайке». Положение, конечно, сложное, и оно задевает многих угличан. Поэтому вы предлагаете путь решения проблемы – сесть за стол переговоров не с акционерами, а с кредиторами. Я по моей просьбе запросил все-таки официально руководство «Чайки», чтобы дали мне, какие же у них являются кредиторы. На сегодняшний день есть три банка, где взяты кредиты, но ни одного рубля просроченных кредитов нет. Вот почему в ваших выступлениях выводите из-за блуждения избирателей именно на эту тему, что есть кредиторы, есть большая задолженность по кредитам вне Штарбанку, но на этих нет. Я передам это письмо просто на телевидение, чтобы это был неголословный факт. Вопрос ясен, да? Во-первых, я говорю не о том, что задолженность по кредитам, а о том, что сегодня есть кредиты больше 100 миллионов рублей. Это две разные вещи. И на сегодняшней ситуации, оценивая ее, какая она на «Чайке», я четко понимаю, что данные кредиты возвращены не будут, потому что кредит был взят на завод, из которого выведены все активы. На сегодняшний день даже бренд «Чайка» выводится. И вы это тоже прекрасно знаете, никого в заблуждение не ввожу. А вот почему я предлагаю именно этот путь решения, а не какой-то другой. У вас, когда вы работали в администрации, было множество возможностей садиться за стол переговоров с сегодняшними акционерами. Почему вы не использовали 4 года назад, когда 44% акций было в ваших руках? Или вы отрицаете, что администрация владела пакетом 44%? В моих руках ни одного процента не было. А вы работали в администрации замглавы. Я им говорю, что я никого в заблуждение не ввожу. Одна минута закончилась. Николай Дмитриевич, Ивану Михайловичу Сомову. Иван Михайлович, ну я понимаю, у вас строится предвыборная программа, вы очень технически грамотный специалист. И я, общаясь с избирателями в микророне «Солнечный», не мог ответить им на один вопрос. Вот тот вариант, который взят сегодня на вооружение, отопление и подача горячей воды от котельной ООО «Угличмаш», он прогрессивен и он лучше, чем был предусмотрен вариант, когда предполагалась инвестиция ООО «Газпром». И почему власть приняла решение именно по такому варианту? Я на него ответить своим избирателям не смог. Ну, если смотреть с технической точки зрения, я уже неоднократно высказывался на эту тему. Все-таки, на мой взгляд, эффективнее была бы отдельно стоящая котельная. Она была бы чисто коммунально-бытовая, то есть с ней гораздо легче было бы работать. Кроме того, котельная располагалась в центре нагрузок, соответственно, там укорачивались сети намного. Стоимость котельной с инженерными сетями, с реконструкцией тепловых сетей оценивалась в 43 миллиона рублей. Сейчас, в общем-то, цена, конечно, вопроса резко выросла, поскольку одни только тепловые сети 23 миллиона рублей. И вот «Угличмаш», по крайней мере, вот под тем данным, которым я располагаю, порядка уже 30 миллионов отчитался, вложил. То есть цена вопроса резко возросла. Ну, я, конечно, не могу отвечать, допустим, за тех, кто принимал решение, но логика решения была такова, что для того, чтобы «Угличмаш» развивался, было принято политическое решение. Для того, чтобы «Угличмаш» развивался и далее, для того, чтобы развивались новые производства, именно теплоисточника разместить и использовать теплоисточник на заводе. В этом плане, может быть, оно в свое время окажется действительно важным и нужным, но время, скажем, покажет. Чисто технически, все-таки, вариант был первый более выгодным. Ясно, спасибо. Владимир Валентинович, Ваша очередь. Задавайте вопросы своим оппонентам. У меня, на самом деле, один вопрос к двум оппонентам сразу. Уважаемый Иван Михайлович, уважаемый Николай Дмитриевич, если Вы проиграете выборы, готовы ли Вы помогать городу и его новому главе, и чем конкретно? Спасибо. Вопрос хороший. Конечно, я буду помогать своему городу. Я, как депутат Государственной Думы Ярославской области, вижу смыл своего депутатской деятельности и в настоящее время. И при утверждении бюджета я всегда отстаиваю, в первую очередь, интересы города Углича. Но единственное, то, что я обещал Угличанам, что референдум будет проведен, и это я считаю главным, он будет проведен не по инициативе тогда уже избранной власти, а по инициативе инициативной группы, как это было сделано в Рыбинске. Потому что я считаю, что местное самоуправление, которое начинается сверху, это не местное самоуправление, это местное самоуправство. А местное самоуправление должно быть снизу. И когда нужно было сначала спросить народ, где он хочет жить, а потом уже принимать закон, я считаю, это было бы справедливее. Поэтому я готов к тому, чтобы вне зависимости от результатов выборов, которые состоятся, служить Угличанам, их благу, их благополучию. Иван Михайлович, а вы? Все будет зависеть от того, насколько я буду востребован. Но в любом случае, я считаю, где бы я ни работал, я буду работать именно в Угличе, поскольку много слухов ходит, я куда-то уезжаю. Никуда я не уезжаю, я буду работать в Угличе, буду работать на благо угличан. И всячески помогать, потому что здесь взаимодействие с властью, я считаю, необходимо буквально каждого гражданина города Углича. Это вполне естественно. Спасибо, Иван Михайлович. Иван Михайлович, вы можете задать вопрос Николаю Дмитриевичу Городецкому и Владимиру Валентиновичу. Что-то вас интересует, вот у вас есть такая возможность. Владимир Валентинович, я вот хотел уточнить одну деталь такую. Все-таки вот вы в своих предвыборных материалах очень много ссылаетесь на поддержку губернатора. Причем вот, насколько я понимаю, идет взаимодействие. То есть все-таки вот это пиар, допустим, или это действительно поддержка вот такая ведется? Вы знаете, я с Анатолием Ивановичем знаком не полгода, а как минимум лет пять. И мы с ним общаемся не только в рабочем процессе. Дело в том, что я ведь занимаюсь бизнесом, он политик, он губернатор, он хозяйственник. То есть мы встречаемся чаще на каких-то торжественных мероприятиях. Поэтому, когда поступило это предложение, на самом деле не по моей инициативе, все-таки два года назад подумать о том, что есть смысл пойти на эти выборы, я, конечно, все взвесил и принял это решение. Я вам скажу, что на сегодняшний день многие проекты, которые будут связаны с инвестициями, с губернатором уже обсуждаются. И я считаю, что это для горожан будет только благо, когда между вновь избранным мэром и губернатором хорошее отношение. Николай Дмитриевич, я хотел задать вопрос. Николай Дмитриевич, вот все-таки вы настаиваете на том варианте, что если провести референдум не сразу после, как вы пишете, вот после 1 января в случае вашего избрания, а через 1-2 года, то есть когда была ситуация как-то несколько, она вот утихли вот эти предвыборные, скажем, страсти, да, научились как-то жить вот в этой новой схеме, управлять уже после этого, допустим, цивилизованно разойтись городу и району. Или вы все-таки настаиваете вот именно той ситуации, что именно вот как только, так сразу? Ну, во-первых, я считаю, что вот то, что мы сейчас являемся городским поселением, это примерно тоже житейская история, что вы жили в трехкомнатной квартире на третьем этаже, а вас потихонечку так переселили на первый этаж двухкомнатно, без балкона, немножко затененный, вроде бы все, и газ есть, и свет есть, и все, и жить вроде можно, но как комфортнее, где было, в трехкомнатной или в двухкомнатной на первом этаже, я считаю, что в первом варианте комфортнее. Поэтому я-то настаиваю, говорю, что не после 1 января 2006 года, потому что закон позволяет проводить этот референдум после 1 января 2006 года. И я не такой уж напористый именно, что вот мне референдум ради референдума. Можно провести референдум, а через год провести новые выборы, подготовив уже все для этого, бюджет округа, передать полномочия, разделить имущество. То есть я не предлагаю, что завтра мы проведем референдум, а через год мы проведем новые выборы. Но для этого нужно, чтобы власть была вновь избрана, она сделала другой шаг. Она досрочно сложила с себя полномочия и провела досрочные выборы. Вот и все, чтобы не ждать 4 года. Спасибо. Николай Дмитриевич, ну вот вы около 20 лет проработали во властных структурах. Вот не кажется ли вам, не думаете ли вы, что вы вот несколько исчерпали свой потенциал, свой резерв, и уже в случае избрания будете консервативно подходить к решению тех или иных вопросов? И что может быть пора уступить в дорогу новой силе, состоявшейся, успешной, новаторской? Вы знаете, в свое время, почему, хороший вопрос, довольно-таки, почему Форд, например, развил свою компанию? Потому что он каждый винтик своего автомобиля, который собирал, собирал сам. Я вот 20 лет проработал действительно в органах власти и только сейчас понял, как работает этот механизм под названием местное самоуправление. Как работает, где он дает сбои, где этот. Только через 20 лет я понял, что я готов. И что бы мне ни говорили, что новый глава должен быть либо завхозом, либо хозяйственником, да не может быть. Потому что он глава и в то же время возглавляет администрацию. Как глава округа он должен быть политиком. Как глава администрации он должен быть и хозяйственником, и учителем, и кем только. Он в двух лицах. И поэтому говорить о том, что об однобокости выбираемого должностного лица, высшего должностного лица нашего муниципального образования, это, по крайней мере, по-дилетантски. Поэтому я считаю, что я сам по натуре демократ, и все новое, что я воспринимаю, очень хорошо. И поэтому взгляд мой на местное самоуправление, на новое, как раз и есть мое новое представление о местном самоуправлении. Спасибо. Владимир Валентинович, а вот вы спросили Ивана Михайловича и Николая Дмитриевича, не видят ли они свое применение в случае вашего избрания? А вы видите вот этих людей в своей команде? И если видите, то в каком качестве? На самом деле, я с большим уважением относился к Николаю Дмитриевичу. Мы знаем друг друга с 1986 года, когда мы встретились в горосполкоме. Я работал председателем спорткомитета города. Николай Дмитриевич был секретарем горосполкома. Иван Михайлович я узнал, конечно, попозже. Но, тем не менее, у меня складывалось всегда впечатление, что это люди порядочные, что люди на своем месте выполняют свое дело правильно, трезво оценивают ситуацию. Считаю, что Иван Михайлович, он как заместитель главы, он реализовал свой потенциал в полном объеме, работал ответственно. И все вопросы, связанные с энергетикой, с ЖКХ, он бы мог спокойно выполнять и в новой команде. Николай Дмитриевич, как депутат оплосной думы, я думаю, он получает наказы, он их выполняет. И в качестве депутата думы я его вижу и дальше. Но когда он закончит полномочия, тогда будет, конечно, видно. Спасибо. Спасибо вам. Иван Михайлович, я вот все-таки не поняла, какое у вас отношение к изменению статуса города на статус городского поселения и отношение к предполагаемому референдуму. Вот вы лично как к этому относитесь? Вы видите как. Вот в этой ситуации, когда говорится, что, допустим, что мы будем иметь в городском округе гораздо больше налогов там, больше финансирования, то надо вообще-то смотреть, ведь городской округ, ему передается гораздо больше полномочий. То есть, по сути, муниципальный район передает полномочия городскому округу. И в соответствии с этим передаются, соответственно, финансирование. То есть, казалось бы, что действительно ситуация выгодна, но больше ответственности, полномочий больше должно реализовываться. Поэтому вот в этой ситуации я все-таки сторонник, я революционер в технике, да, но вот, скажем, в организационных вопросах предпочитаю эволюцию. И вот в этой ситуации мне бы хотелось все-таки вот оценить эту ситуацию, посмотреть, как пожить, скажем, некоторое время после этого действительно выйти на референдум и разойтись, если действительно будет необходимо. Понимаете? То есть, это и один вариант, и другой вариант, они имеют право на жизнь. Это вот моя точка зрения. Ну что ж, я благодарю всех участников сегодняшнего круглого стола за то, что вы пришли, за то, что уделили внимание угличанам. И еще раз напоминаю, что у нас в гостях были кандидаты на должность главы городского поселения Углич Николай Дмитриевич Городецкий, Владимир Валентинович Арфаницкий и Иван Михайлович Сумов. И спасибо вам, уважаемые телезрители, за ваше внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok